Во время проведения экзамена также запрещается разговаривать, пересаживаться. На досрочном экзамене по истории и химии те, кто не сдал ЕГЭ в прошлом году. С профессией определилась не сразу, говорит Анна Аркадьева. Теперь, чтобы попасть на второй курс Санкт-Петербургского университета, нужно обязательно сдать ЕГЭ по истории. Родителей не послушала, теперь в этом сдаю. Дети упорные, упрямые. По истории на самом деле очень много информации, но если ты готовился, то обязательно сдашь. Так и по всем предметам. Исторические личности, даты, факты. То есть история, она все по датам. Но в введении этого года выпускник может зайти на экзамен спустя два часа после начала. Правда, время на выполнение заданий не прибавит. Приносить телефон и пользоваться шпаргалками по-прежнему строго запрещено. За соблюдением этого требования тщательно следят не только камеры, но и наблюдатели. У нас количество удаленных с пункта за использование средств связи в том году было порядка 12 всего лишь на всю область. Поэтому я надеюсь на то, что в этом году в Самарской области таких удалений будет намного меньше. Еще одно новшество этого года. Если раньше экзаменационные материалы привозили в школы до начала испытания, то сейчас их печатают прямо на месте с помощью официальной программы и ключей доступа. Экзамены проводятся по новой технологии. КИМы, контрольно-измерительные материалы, распечатываются в аудитории с диска. Они активируются токеном, который у члена ГЭК с электронно-цифровой подписью. Результаты экзамена станут известны не позднее 12 апреля. Следующий досрочный экзамен пройдет 31 марта. Выпускники сдадут математику. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.